Антонина Папандопула знает об отце Михаиле Лавриненко по рассказам мамы. Познакомились будущие супруги в 1935-м, в том же году и поженились. Воспитывали двух дочерей старших сестер Антонины Михайловны. Очень был трудолюбивый по рассказам мамы. Такой добрый, он такой был добрый. Он лишний раз не скажет ни плохое слово, не закричит. Вот такой он был. В начале июня 41-го Михаил Архипович попал на переподготовку в поселок Цуко. А тут война. Их всех забрали на фронт. Из порта Анапы на корабли отправили в Одессу. На этой фотографии мама как раз поехала его провожать. Она была беременна мною. И он сказал, Лена, если родится дочка, назовешь ее Тоней. В конце сентября 1941 года Михаил Лавриненко погиб. А 3 января 1942-го родилась третья дочка. И мама назвала ее Антониной. Похоронили героя в Одессе. Семья с трудом перенесла все военные и послевоенные тяготы. Замуж Елена Лавриненко больше не выходила. Воспитывала дочерей. Работала бригадиром виноградной бригады. Всегда была в передовиках депутатом Анапского районного совета. Антонине Папандополо очень жаль, что она не знала и никогда не видела своего папу. Я его только один раз во сне, за всю жизнь, я его видела во сне. Вот точно, как на этой фотографии, вот такого я его видела во сне. Я в школе работала пионер-вожатой, как будто бы он приехал. И я его обнимаю и говорю, ну где ты так долго был, почему ты не писал, почему ты только сейчас приехал. Антонина Михайловна очень гордится своим отцом. Героем, защищавшим родину и отдавшим за нее жизнь. Антонина Михайловна